Армянский политолог про российское оружие. Это оружие-хлам. В Армении продолжают утверждать, что закупаемое в России оружие старое, и именно из-за этого армяне проиграли во Второй Карабахской войне. Что мешает стране купить оружие у других производителей? Вспомним историю с покупкой Азербайджаном полонезов в Беларуси. Когда Армения стала предъявлять претензии своему союзнику по УДКБ, Александр Лукашенко заявил армянам «Заплатите и купите, мы вам также продадим». Премьер-министр Армении Никол Пашинян повелся на провокацию Сержа Сарксяна и угодил в расставленную ловушку. Но давайте зададимся вопросом, в чем конкретно и по сути был неправ Никол. В том все и дело, что во всем прав, и реакция российской стороны только это подтвердила. Об этом заявил армянский политический обозреватель Грачи Галустян. По мнению армянского эксперта, существуют конкретные факты, что Россия поставляла армянам в огромном количестве настоящий оружейный хлам, который оказался бессильным перед ударами Азербайджана. В период войны армянский солдат с удивлением обнаруживал, что не летает и не стреляет то, что должно было летать и стрелять, по утверждениям Москвы. В Российской Федерации должны понять, Армения давно уже является независимым государством, которое вправе само решать, что и у кого ей покупать. Для нас это вопрос физического выживания, а не каких-то политических интриг. Ведь Азербайджан уже анонсировал новые закупки всего самого современного, что производит турецкий и израильский военпром, заявил армянский эксперт. Придется напомнить армянам, что нет чудо-оружия за исключением ядерного. Воровать нужно меньше, а вкладывать в свою армию, как делал Азербайджан долгие годы. Сейчас у нас на вооружении и израильские, и турецкие, и производимые азербайджанским оборонпромом беспилотники. Ильхам Алиев, мы вернемся в Хаджалы. По словам президента, азербайджанцы вернутся на земли Карабаха, которые сегодня находятся под контролем миротворческой миссии. Мы страна, открытая для сотрудничества. В Азербайджане представители разных народов веками жили и живут как одна семья. И в Азербайджане никогда не было никаких конфликтов на национальной и религиозной почве. Не было недопонимания. Вторая Карабахская война еще раз это доказала. То есть представители всех народов объединились под одним флагом, в один кулак. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов. Глава государства подчеркнул, что в эту победу внес свой ценный вклад каждый народ, проживающий в Азербайджане. Что же касается проживания с армянами в будущем, еще раз хочу сказать, что в разных странах это происходит, в том числе и в Азербайджане. По информации, предоставленной мне недавно, даже наши журналисты нашли живущую в Азербайджане сестру бывшего министра обороны Армении. Обратите внимание, тот министр обороны Армении в 90-х годах участвовал в геноциде против азербайджанцев, а его родная сестра живет в Азербайджане. Кто-то ей что-то говорит? Нет. В этом этика и духовность азербайджанского народа. Мы готовы к этому и впредь. Полностью уверен, что азербайджанцы должны вернуться и вернуться на земли Карабаха, которые сегодня находятся под контролем миротворческой миссии. Об этом говорится в заявлении, подписанном 10 ноября. Да, это займет некоторое время, потребует совместных усилий, но это неизбежно. Мы также вернемся и в Хаджалы, другого пути нет. Армянская сторона также должна это понимать. А если она хочет создать искусственные препятствия, то себе же и навредит. Нафталиновые генералы указывают армянам, что делать дальше. В какой-то период бывшие армянские генералы поутихли. Они поняли, что их время давно ушло. Как говорится, выращивай на пенсии свои абрикосы и помалкивай. Однако активизация политических процессов возвращает из небытия персонажи, о существовании которых в Армении давно забыли. Все они, как попугаи, повторяют как мантру лозунг «Армения может потерять государственность». В Армении армия не занимается переворотом. Думаю, что начальник генштаба выразил свое мнение от имени всех командиров. Об этом заявил начальник генштаба Армении в 1992-1995 годах, исполняющий обязанности министра обороны Армении в 1993 году, генерал-лейтенант Нураттер Григорянск. Он прокомментировал сложившуюся в Ереване ситуацию. Говорят, послушайте, ваш премьер-министр не только опозорил все государство и армян во всем мире, не только сделал все, чтобы произошла война, но и во время войны позорно, хаотично, неорганизованно и бездарно руководил системой. А сейчас продолжает отстранять всех офицеров, которые служат верой и правдой, но имеют определенные недостатки. «У каждого человека есть недостатки», – сказал генерал-лейтенант. Он продолжает освобождать от должности офицеров, что является оскорблением в адрес армии, а также спустил авторитет армии до уровня Плинтуса. Его дальнейшие действия могут привести даже к потере государственности. Враг, наблюдая за потерей авторитета армии и государства, сразу же зайдет на Северный проспект по бедным шествиям», – добавил он. В Армении Манукяна хотят привлечь за призывы к свержению власти. Полиция Армении завела уголовное дело в связи с заявлениями, выдвинутыми 17 армянскими оппозиционными партиями и кандидатом премьер-министры Вазгена Манукяном, сделанными в ходе митинга оппозиции. Об этом сообщил советник генерального прокурора Армении Егор Абрамян. Он отметил, что дело возбуждено по статье 301 «Публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному изменению конституционного строя Республики Армения» – Уголовного кодекса. Напомним, что на митинге в Ереване 20 февраля Манукян заявил, что для достижения смены власти в Армении необходимо сломать опоры, на которых держится власть премьер-министра Никола Пашиняна. По его мнению, нужно оказать давление на силовые структуры и депутатов партии «Мой шаг». Манукян подчеркнул, что если этот план А не сработает, то планом Б будет взятие власти с молниеносной скоростью. Мураховский. Пашинян переводит стрелки на якобы плохую российскую технику. По словам российского эксперта, комплексы «Искандер-Э» не использовались в Карабахском конфликте. Когда армянские военные получали комплексы «Искандер», они прошли обучение и лично испытывали на полигоне Капустин-Яр ракеты из этого комплекса. Никаких претензий тогда не было. Все было отработано на 100%. Откуда эти бешеные фантазии у Пашиняна, мне непонятно, заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества», эксперт Российского совета по международным делам, полковник Виктор Иванович Мураховский. По словам специалиста, высказывание Пашиняна – это глупейшая отмазка политика, который проиграл конфликт и не сделал всего возможного, что должен был сделать. Он теперь начинает переключать стрелки на якобы ненадежную российскую технику, добавил Мураховский. Что же касается допустимости применения «Искандера» против гражданского населения, то, как заявил российский военный эксперт, есть правило ведения войны Женевской конвенции. Там все написано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова